Друзья, всех приветствую на предпоследней торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал Амаркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Также в описании к этому ролику вы сможете найти ссылку на наш официальный телеграмм канала Маркетс, где каждый день мы размещаем конкретные торговые рекомендации по разного рода финансовым активам и делаем общие новостные сводки относительно фундаментального фона, чтобы этот канал был интересен тем, кто ориентируется не на краткосрочный трейд, а на долгосрочные, опять же, ожидания и на то, что может произойти с активами в самое ближайшее время. Если у вас есть какие-то пожелания, если вы хотите дать нам фидбэк, каждый комментарий, каждый пост нашей страны его можно комментировать и, соответственно, пользуйтесь этой возможностью, друзья. Большое спасибо тем, кто это уже сделал, потому что все рекомендации учитываются, мы принимаем их к сведению, потому что очень хотим, чтобы, прежде всего, контент был интересен вам, чтобы в рамках одного канала вы получали все, что вам необходимо. Поэтому давайте вместе развивать этот телеграм-канал и наше сообщество, друзья трейдеров. Ну что, два дня до нового года, рынки все тоньше, все низко ликвиднее, мной понятно. Мы на протяжении всей недели касаемся темы того, что большая часть участников рынка уже, собственно, не в сделках, уже вышли в кэш и отдыхают. Но поскольку вы смотрите этот брифинг, вы все-таки, друзья, хотите еще использовать остаточные возможности, которые остались на финансовых рынках на площадках и конвертировать эти возможности в конкретные сделки. Я вас прекрасно понимаю, но движение финансовых активов доказывает нам, подтверждает тот факт, что, может быть, ралли, которое мы ждали, с одной стороны, эти ожидания были избыточными, с другой стороны, все эти активы, которые могли что-то показать уже в плане движений, они это уже сделали. Поэтому основные движения, изменения тенденции, это уже новый год, друзья. И мы, собственно, продолжим с января, с первых чисел вместе с вами снова анализировать то, что на рынках происходит. Сегодня я хочу еще раз отметить, что на данный момент, как мне кажется, по главному активу рынка Форекс, американскому доллару, если смотреть на доллар через корзину валют, то есть на индекс доллара, сейчас очень хорошая возможность для того, чтобы занимать сделки с прицелом на 2022 год, потому что 2022 год будет годом серьезных преобразований для американского регулятора именно касательно корректировки монетарной политики. Это и сокращение программы количественного смягчения, и повышение процентных ставок. Много раз уже об этом было сказано. Мы углублялись в анализ вот этих перспектив, которые ожидаются в ближайшее время, изменений, я имею в виду. И сегодня повторяться не буду. Просто напомню, что те ожидания, которые есть, именно ужесточение монетарной политики, это прекрасная база, друзья, чтобы отстраивать именно трейды в плане покупки американского доллара. Конечно же, сейчас на фоне пустого экономического календаря трейдерам приходится занимать свои умы чем-то. И первая, вторая, третья идея, которая просится на эту роль, это омикрон. Причем сейчас настолько разнящийся новостной фон, что у адекватно смотрящего на происходящие вещи человека, возникает какой-то резонанс, он не может ответить на вопрос все-таки, есть ли негативный эффект вот такой, чтобы говорить о замедлении темпов мирового экономического роста, негативный эффект на мировую экономику, вызванный распространением омикронштамма. Либо все-таки те, кто хотел подсластить пилюлю, смогли это сделать комментариями о том, что инфекция протекает, сражение в легкой форме, что процент и доля госпитализации от тех, кто все-таки подхватил омикрон, она в разы меньше, чем при дельташтаме. И даже те, кто оказывается в больницах, их в редчайшем случае переводят в реанимацию. Это и есть, друзья. И сначала позитивный фон, но буквально на следующий день мы видим, как страны рапортуют о новых рекордных показателях по числу заболевших, бьют тревогу и вводят повторные ограничения. Всю неделю, каждый день, фактически все больше регионов Европейского Союза присоединялись к этим повторным ограничениям. И сейчас, как бы не хотели оптимисты не развивать на этой почве негатив, вынуждены делать ремарки и отсылки к прогнозам многих инвестбанков, рейтинговых агентств, которые оценивают перспективы мировой экономики через отдельные региональные экономики, вот, например, США. И уже на первый квартал, друзья, мы видим, что прогнозы по экономическому росту корректируются практически вдвое. И это как раз доказывает то, что влияние омикроны, оно и есть. И оно, к сожалению, такое негативное, как мы предполагали и ожидали. Ранее я отмечал, что лучше всего дождаться, конечно же, января, посмотреть, как мировая экономика с учетом высоких темпов распространения омикрона выйдет из праздников. И что будет с показателями именно заболеваемости, что будет с нагрузкой на медперсонал, что будет вообще с активностью потребителей в сфере услуг, в производственном секторе. И после этого уже не ссылаясь на экспертные оценки, самим попытаться разобраться, есть ли этот негативный эффект. Но на текущем этапе, друзья, вот этот противоречивый фон, низкая ликвидность, да и вообще, в принципе, тот факт, что многие уже отдыхают, заставляют активы держаться в коридорах, в которых они держатся, ходят от уровня к уровню, и не демонстрируют какой-то выраженной тенденции. Ну, за некоторым исключением, например, американский фондовый рынок, который, вопреки всему, выбился к новому максимуму. Но мы в 2021 году, в этом году, смогли с вами очень неплохо заработать на росте американского фондового рынка. Это был самый растущий актив среди всех, даже в процентном выражении, но если не брать, конечно же, криптовалют. И многие возможности мы использовали, поэтому не стоит расстраиваться, что мы не поучаствовали в последнем рывке этого инструмента и в волне роста. Будут еще точки входа, друзья, и мы их обязательно используем. Сейчас есть то, что есть. Индекс доллара 96 пунктов, присмотритесь к покупкам. Будет рост, будет желание трейдеров отыграть перспективу ужесточения американской монетарной политики. Как на это отреагируют рисковые инструменты, я думаю, что будут снижаться. Евро-доллар давно уже просится вниз. Вчера мы увидели, как евро начал корректироваться, протестировал поддержку 1.13 на фоне ухудшения эпидемиологического фона в еврозоне. Германия, Италия, Франция, регионы, которые отчитались и сообщили о новых рекордных показателях по числу заболевших. Греция тоже, все регионы ЕС. Ну и как вы думаете, как в конечном счете это повлияет на темпы роста этих экономик? Вы должны понимать, друзья, что одно дело то, что говорят в средствах массовой информации. Другое дело это отношение самих людей к омикрону. Многие просто банально переживают и опасаются за то, что они могут заразиться. И это влияет на их потребительскую активность. То есть этот фактор тоже нужно учитывать. И все это выльется в более слабое экономическое восстановление еврозоны. Поэтому ЕЦБ будет точно отставать по решениям в плане ужесточения политики Афид резерва. И это как раз возможность торговать в шорт по данной валютной паре. Фунт, как уже отмечал ранее, текущий рост, он довольно странный. Поэтому не хочется даже его комментировать. Собственно, здесь ожидают дальнейшего снижения. Рынок нефти мы не трогаем, опять же, до тех пор, пока не пройдет заседание 4 января. Потому что нужно будет посмотреть, что думает ОПЕК относительно ситуации с омикроном. И относительно того, что он может сделать, чтобы сохранить баланс между спросовыми и предложениями. Фактически, от решения ОПЕК 4 января, продлевать ли соглашение или нет, будет зависеть то, как мы начнем торговать нефть уже в новом году. Золото уже не трогаем, потому что вчера коррекционная динамика, после восстановления, и опять же, золото топчется на тех же самых уровнях, что в начале этого месяца. Друзья, 1800 долларов за тройскую фунцию. Безидейная пара, если говорить о золоте, как бы против доллара. И в целом инструмент. А вот что касается рынка криптовалют, мы были правы, что зашортили биткоин 46605 уже в моменте. И как вы думаете, что выступило причиной снижения биткоина? Много раз я говорил, что нужно следить за ситуацией с китайским застройщиком Eurogrande. Так вот, вчера был просрочен очередной долларовый платеж. Информации о том, что средства были перечислены кредиторам, ее нет. Поэтому Eurogrande вынуждена сделать еще один серьезный большой шаг в сторону своего дефолта. И это уже будет дальше омрачать перспективы криптовалютной среды. По биткоину цель 40 тысяч. Можно рискнуть, друзья, даже на самые ближайшие торговые сессии. Смотрим. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока.